МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. За что Аркадий Райкин выгнал Михаила Жванецкого из своего театра? Я считал, что это вообще его увольнение. Я тогда пытался даже спиться. О ком это мэтр? Там, где я выступал, они были голые, и я был голым. За что Михаила Жванецкого ругают в интернете? Я перестал заглядывать в интернет, потому что обижался страшно. Вот читал, обижался. Как он стал женатым человеком? В ЗАГС вы предложили... Поздно. И почему утаил бракосочетание от друзей? Они тихо там все это проделали. Кто завоевал сердце Михаила Жванецкого? Я довел до того, что я без нее жить не могу. И как Роман Карцев едва не отправил на тот свет Аркадия Райкина? Ему плохо стало. Да, его скорая забрала. Утро доброе. Сегодня мы вместе с Романом Карцевым листаем семейный альбом Михаила Жванецкого. И вспоминаем Виктора Ильченко. Здравствуйте. Что это смеетесь? Я тоже хочу посмеяться. Я случай рассказываю. Какой? У нас в институте. Ну-ну. Если у нас грузин по фамилии Горица, зовут его Абас. И доцент Петяев тупой. Я вообще говорю, что если бы не было Вити, не было бы меня. Это точно. Если бы не было Миши, не было бы нас. А Миши не было бы, если бы не было его родителей. Где был этот снимок сделан? В Одессе. Отец мой там закончил медицинский факультет в 1926 году. А я родился в 1934 году. Ну, как я только пришел в себя после родов, мы тут же переехали в Тамашполь. Отец был главным врачом в Тамашполь районной больнице. Мама тоже ведь была медиком, насколько я понимаю. Вот это авторы, авторы этого. Да, проекта. То есть семья была врачей. Да, да. Отец главным был. Мама стоматолог, зубной врачей. Мы жили прямо в больнице. А у меня был трехколесный велосипед, и рядом была операционная. Ну, в общем, меня катали больные. И я как-то освоился. Ну, я вырос среди тампонов, бинтов. Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение. Миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт. Изображение в зеркале требует замены. Одесса. Я помню песню Розенбаума про этот город. Город солнца и акации, моряков и Рома Кац. Я в конце 80-х спросил Розенбаума, собственно, кто такой Рома Кац. И он таки мне рассказал. Когда я пришел к Райкину, он меня пригласил в театр. Прошло какое-то время небольшое, он мне сказал, что у тебя очень короткая фамилия, она быстро запоминается. Давай придумывай что-нибудь. Серьезно, я придумал Карцева. Вот и все так. Так и осталось. А в паспорте и все. У меня часто бывает недоразумение. Я недавно не полетел в Астану, потому что они не знали, что я Кац. И не пропустили меня. Ограничники там, эти, охрана. И в Москве бывало, пока на правительственный концерт поешь, через все контроли советской власти. Чем вы докажете, что вы Петров? Вот моя доверенность. Чем докажете, что она ваша? Удостоверение, фотокарточка. Слечайте, слечайте. Похоже, ну и что? Это я. А это я. Это студенческой пары, да? Фотография. Да. Мне нравилось что-то связанное с флотом. Ну, это же была Одесса. Судостроительный факультет. Рядом была высшая мореходка. Это судоводительский. Я мог попасть только в самый такой факультет береговой. Потому что по пятому пункту... А тут евреев отжимали даже и в боевых 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 боевых. И мне были знакомы. Ну, вот если все знали друг друга, кто, в какой самодеятельность... Мы с ним остановились. Он шел со своим сыном Сережей. Говорит, ты у Райкина? Я говорю, да. А ты? А я начальник испытания отдела новой техники Одесского пароходства. В 25 лет. Здесь у нас грузин. По фамилии Горидзе зовут его Аваз. Зовут грузина Аваз. Его так назвали, он не виноват. У тебя как зовут? Степа. Ну, ты Степа, он Аваз. Он Аваз, ты Степа. Грузин Аваз. А кто Степа? Ты Степа, он Аваз. А доцент тупой. Ну, разговаривали, все равно хочешь Райкину показаться? Я всем предлагаю. Он увидел спокойный был очень. Говорит, ну, давай так, нехотя. Ну, и я его привел к Райкину. Райкин в санаторий отдыхал. Он его тоже пригласил. Вот мы втроем сели в поезд и приехали в Питер. Они уехали в Питер. Я сижу в трюме парохода. Я был сменомехаником. И я получил письмо от Ромы. Толстое письмо в древнегреческом стиле, в стиле молитвы. И вот это я сидел, читал. И оттуда выпала программка. Вот как я сошел с ума после того, как он сошел с ума. Выпала программка, где моя фамилия, где он включил монолог Ромы в свой спектакль. Вот тут, конечно, среди угля. Я в слезах. Ну, что потом получилось? Я получал 89 рублей. Как смены-механики. А авторские за монолог были 150 рублей в месяц. Почувствуете разницу, как говорят, в одном городе? Это было только начало. А потом уже, когда мы приехали с мамой к Райкину, с мамой я еще ездил, он сказал, ваш сын будет богатым человеком. И действительно, у меня потом были пацаны 1300 после 89. Это авторские за спектакль. Хочет человек иметь много денег. Это же не преступление, это увлечение. Так сейчас же все зажали. У академиков мне оклад как раз нравится. Но это труды какие-то надо иметь. Искрить, в дыму сидеть, червей скрещивать. Как у них там? Сначала кандидат, потом доцент, потом профессор, и только потом академик. Пока тебе дадут этот оклад, позеленеешь. А почему вы тогда у Карцева деньги одалживали? Мы по 88 получали с Витей. А он вообще, по-моему, не работал в какое-то время. Я не работал, да. Писал там какую-то самодеятельность, и все, он где-то продавался. Но мы его поддерживаем уже. Ну как его не поддержать? Ну то есть как они поддерживали? Конечно, он залезал под кровать и вынимал там из чемодана. Чемодан с деньгами? 10 рублей, да. 10 рублей, 10 рублей. От хозяйки. Да, да, да. И протягивал меня. В общем-то, из-под кровати, получается. Я получил эти деньги. Я тогда абсолютно был без денег. Какая там столовка была на Васильевском? Кунсткамера. На Крестовском. Да, да, да. И я туда пешком ходил, в эту столовку. Потому что 50 копеек стоил обед. Мама мне прислала по 3 рубля. Не платил организацию. А ел он хорошо. Поэтому мы старались все время, чтобы он не ходил голодно. Мы даже квартиру втроем снимали. У Вити, если вот я хотел рассказать, очень смешной получился. Получился, однажды у Руф Марковны, у жены Райкина, 30 рублей я доложил и потерял по дороге. А это для нас была огромная сумма. И он позвонил в Одессу и говорит, Таня, жене, ты деньги получила? Она говорит, а ты когда-то, когда ты выслал? Он говорит, нет, ты на работе деньги получила. Вышли у меня. В таких условиях мы жили, работая у Аргадия Райкина. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Аваз. Его зовут так, Аваз. Назвали, понимаешь? Он грузин. Он не виноват, понимаешь? Мама с папой назвали, когда маленький был, понимаешь? Его назвали. Тебя как зовут? Степа. Ну вот и Степа, он Аваз. А вы-то как познакомились? Это же студенческие годы, разница в пять лет, в молодые годы, она очень значительная. Значит, вы знаете, мне сказали, а я был, как ни странно, комсоргом факультета этого. Мне сказали, вот поступает в 1953 году человек с юмором, какой-то парень. Это был Витя Ильченко. Он появился у нас дома, в этой брюке, несчастный этот костюм, мама его. Ну, он был выше меня. Я его считаю просто великим русским интеллигентом. Он знал все. Настоящий аристократизм. Я уж не говорю о том, что его фамилия завершала, достойно нашим, потому что куда бы мы ни появились, Кац Жванецкий, тоже подозрительно, Дукельченко. Она расцветала снизу вверх, эта троица. С его стороны всегда была принципиальность, с его стороны всегда была твердость, и с его стороны был вот этот настоящий русский аристократизм, интеллигентность. Если что-то в нас есть хорошее, это идет от него. Он был прекрасным артистом, но, может быть, он бы лучше остался в пароходстве, он был бы и прекрасным руководителем. Вот то, что значит благородная натура. Миша закончил с красным дипломом, играючи. Знаете, он когда какой-то текст Мишин брал, он прочитал страницу, и через пять минут он ее все рассказывал. А я должен был учить неделю. Когда мы сдавали программу кому-то, должен был Миша читать, а читал Витя. Потому что Витя так читал, что никто ничего не мог понять. Миша ходил, дизу главу, как можно было угробить так мои тексты? А Витя так читал, что они ни черта не понимали. И говорили, ну что, ну вроде мура, ну ничего. Знаешь, это правда. Он знал всю его подпись. Он же писал жутко, он же размашисто пишет, он сам иногда не может прочесть. А Витя читал. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки-ноги отсохли. Это Р, а это Ш. Это все, что угодно, но это не Ш, а тем более не Р. Ну какой это Р, а тем более Ш, а тем более Р? Ну что, это Р, а тем более Ш, а тем более Я. Это поликлиника. Я знаю. В общем, так получилось, вот эта троица, которая Миша, я и Витя, это трио такое, очень крепкое. Главное для артиста, это автор. Нам повезло, Миша уже, мы с ним скоро 60 лет, не знаю, пять лет, мы с ним вместе. И ты чувствуешь поддержку. То, что Миша может, не может, ни один человек в мире. Я вам говорю, при нем, я не видел равного Миши, какого-нибудь юмориста. Те вчера по пять были очень большие. По пять, ну звери, по пять рублей, ну очень большие. Но вчера, а сегодня по три рубля, маленькие, очень маленькие. Вот такие, по три рубля. Но сюда по три, но очень маленькие. Я недавно смотрел. Миша меня выгнал. Это, это совершенно другое. А я думал, что вы ушли сами, потому что вы-то вообще два раза уходили. Нет, вначале, да. Вначале он его выгнал, а потом он... Нет, нет, он меня выгнал по-настоящему, и уже не, 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 бесповоротно. А мне сказал Чобур, такой директор театра, Аркадий Сашид решил с тобой расстаться. Почему? Потому что он говорил, вот это мы берем, это мы не берем. Я хочу уточнить, с должности завлита он вас вызвал? Я считал, что это вообще его увольнение. Я тогда пытался даже спиться. А я читал то, что он браковал. Ага. Он говорит, Сашид, нет, это нам не подходит. Я выхожу. Блин, успех. Потом он говорит, это тоже не подходит. Я выхожу, успех. Я читаю. Ну, вы же все браковали. Он говорит, ну, это же собственность. Он, он, он не, он не покупал ничего. Это же, говорит, принадлежит театру. Я говорю, А читали вы где? На стороне, да? На стороне. Ага. Ну, и так же, так же, он все-таки выгнал меня, к черте мать. Мы добились колоссальных успехов в потреблении ряда товаров первой необходимости. Знатоки раскусили фразы. Профессионалы. Для любителей повторяю второй раз. Не пропадать же. Раз написано. Тем более, я помню хорошо, что в этом месте смеялись. Есть такие капризные юмористы, они говорят, что с публикой сегодня? Вчера только хохотали на этом месте. Что случилось? Ну, у вас с Райкиным тоже... Он вас один раз вообще со сцены выгнал, когда вы котлеты с чесноком съели? он не переносил спиртное и чеснок. Это противно, я его понимаю. А я был у мамы дома, как раз котлеты она сделала с чесночком. И мы с ним играли интермедиу. Он мне говорит, ну, ты что, чеснок? Я говорю, да. Ну, иди, да кушай, я доиграю. Ты знаешь, чтоб был прав. Абсолютно. Абсолютно. Я ничего не говорю. Абсолютно прав. Еще бы перегаром ты отдохнул у него на сцене. Нет, перегаром мы не... Это запрещено. Один человек ему разрешалось, нам нельзя. У него была группа Пантомимы, он взял с театра. Мы на пароходе стояли. Шли то ли из Саратова в Чернигов, то ли... По Волге. Да, в общем, по Волге шли. Неважно, куда мы шли. Значит, вот он показал мне на них, на группу Пантомимы, которую он сам принял в театр, и сказал, вот я их думаю с ними расстаться. Я уже был завлитым. Я говорю, Аркадий Савич, почему? Они самостоятельно выступают. Я им говорю, откройте свой театр и выступайте. Это он мне рассказывал. А я не понимал. Я из спорта, я в интригах. Месседжи. Я в интригах. Я в интригах не участвовал. Совершенно. Я и сейчас не участвую. Если я попадаю, участвую в интриге только как жертва. Но никогда не... То есть это вот так, ты так толсто намекнул, что... Вот так он, вот так вот. Так что пора нам. Да, да, да. Один раз намекнул, второй раз намекнул. Потом директор театра, потом директор... Аркадий Савич решил с тобой расстаться. А Аркадий Савич продолжал. Да, замечательно. Это... Ой, хорошо. Что еще ты написал? Это все проходило как бы параллельно. Мое увольнение, прием на работу. И нам директор сказал, следующее вы... Он их уволил, он говорит, следующее вы будете. И так оно и получилось. После Польши. Ну, мы ушли хорошо. Мы ушли в строю. Ну, сперва ушли вы, а вы потом уже с... Меня выгнали. Меня выгнали, а они написали сами заявление об уходе. А вот это уже, наверное, было обидно. Ильченко опять-таки проявил вот этот свой великий характер, написал, отпечатал на машинке заявление об уходе. И это было такой... На чей машинке? Ну, на моей, конечно. Вот так вот. Да, да, да. Мы оба уверены. Вы чувствуете? Я чувствую, да. Вы чувствуете? Я чувствую, да. Вы чувствуете? Вот сейчас почувствовал. Почувствовали? Почувствовал, да. Так что, сделай. Обязательно. Договорились. Если вам нужно, обязательно. Очень нужно. Мы без вас не можем. Не можете. Дальше не мыслимо. Ну, если так, then обязательно. Договорились. Договорились. Сделайте. Обязательно. К четвертому. К пятому. К четвертому. К пятому. К четвертому. К пятому. Ну ладно, к пятому. Ну ладно, к четвертому. Ты знаешь, как будто вчера все это было. Так пролетело все. Помнишь, я вышел в Ленинграде и забыл текст начисто, монолога, который я тысячу раз читал? Ты же был тогда. Не был. Я вышел читать монолог и ни слова не помню. Я был еще молодой, стою и все, и публика сидит, И я стою. И я ушел. Был ты. Потом мне налили полсакана коньяка, чтобы меня вот так вот трясло. Такого не было в жизни никогда. Ну, в этом смысле, конечно, отличаются выступления на сцене и вот работа в кино. Вы помните это? Здесь должен быть еще Витя. Мы вдвоем снимали. Это Дима на Кавказе фильм. Фотопробы, да? Да, это фотопробы. Нет, ну мы играли вот так, в костюмах, там все. То был очень хороший сценарий Резо Габриадзе у Дима на Кавказе. Ну, режиссер был слабый. Он как-то не потянул. Но единственное, что я помню одну фразу, которую сказал Резо. Мы где-то там ночевали на горах, там где-то, ну, снимали. И я что-то проснулся в 5 или в 6 утра. И стоит перевернутая, знаете, вот катушка на попе, и на ней лежат колбаски, стоит вино грузинское там. «Э-э-э, я не пою, э-э, в 6 утра». Я встал, подошел, они что-то там налили. И вот тогда Резо сказал одну фразу. «Давайте мы выпьем за то, что ваша нация дала двух человек, Христоса и Жванецкого». Сергей Анатольевич, я эту фразу запомнил на всю жизнь. Смотрите далее. О ком это мэтр? Там, где я выступал, они были голые, и я был голый. За что Михаила Жванецкого ругают в интернете? Я перестал заглядывать в интернет, потому что обижался страшно. Вот читал, обижался. Почему он не видел ни одного выпуска дежурного по стране? Я не смотрю ни одной из своих передач телевизионных. Как он стал женатым человеком? В ЗАГС вы предложили поздно. И почему утаил бракосочетание от друзей? Они тихо там все это проделали. Кто завоевал сердце Михаила Жванецкого? Я довел до того, что я без нее жить не могу. И как Роман Карцев едва не отправил на тот свет Аркадия Райкина? Ему плохо стало. Да, его скорая забрала. А вам какие роли Карцева нравятся в кино? Есть такие? Или вы не воспринимаете его? А он не смотрит эти фильмы? Нет, я смотрю... Три фильма с Рязаном. Я никогда не знал, что он поет. ПЕСНЯ Мне настолько был известен этот образ Швондера, он меньше писал в каждой программе, я их называю долбодубы такие, знаете, вот такие вот, и монолог у Райкина я читал такой же начальник управления культуры, который говорил, что я не по работе пришел, а буду говорить то, что думаю. А я вспомнил, подожди, я вспомнил, что когда впервые, значит, мы ушли от Райкина, и они вдвоем стали выступать, Холодов был такой прекрасный критик, один из главных. Он написал, Карцевилечка статью равняется Райкину. Да, было, кстати. Кому-то было это обидно прочитать наверху. Я, я представляю. Утесову, он написал опровержение, Утесов написал, а как-то может сравнивать, и, ну, это уже никого не интересовало, главное, что она была в неделе тогда была газета. Приложеньки 200. Ничего, мы с ним вообще не знакомы были. Ну, вдруг он что-то посмотрел, увидел, написал. Мой знакомый рассказывал, кстати, историю, когда на пляже, то ли вы попросили Жванецкого, то ли вас попросил Карцев подойти к девушке и с ней познакомиться. Была такая? Никогда у него ошибок не было. Вот они лежат. Там начинается море, здесь тоже море, море человеческих тел, там начинается уже вода. Мы почему-то стоим сзади всех. А вы знаете, какие красивые позы, как-то с книгой, книга на коленях лежит. Ну, вот так вот, вот так вот, голова, книга, колени, море. И вдруг у него интуиция потрясающая. Говорит, вот ты видишь, вот справа третий, да, вот сейчас она там положила книгу, вот взяла полотенце, вот, подойди. Откуда? Это было метров 500. Он сам, вот он такой, в этом отношении, Глава Докопадович, подойди. Короче говоря, я подошел. У меня зрение плохое. Да, да, да. Я, видимо, подошел и закончился этот день у кафе Прибой, причем не в самом кафе, а у кафе Прибой. И мы уже валялись с этим вином каким-то я купил там. Короче говоря, это был его выбор безошибочный. Я там придумал себе такую, такую штуку. Ну, может быть, что-то было где-то, но мы, мы ведь когда иногда танцевали вместе в номере. Ну, просто он был уже тогда женатый, а я уже тогда был неженатый, да. Мы девушек приглашали в номер, в гостиницу, там все, мы с Мишей танцевали. А Витя сидел под этой, как она называется, торшер и читал науку и технику. А мы с Мишей танцевали все время. Он все время читал науку и технику, да. У тебя квартира есть? А как же? А я все никак. А что? Да черт тебя знает, то там поругаюсь, то тут поругаюсь, то с тем поругаюсь, то с этим поругаюсь. А что ты ругаешься? Дадут квартиру, потом ругайся. Лодка у тебя есть? Лодка. Лодка. Я с тещей в одной комнате. Под одним парусом. Дрейфуем. Был, что вы выступаете там, где должны смеяться, вот. Всегда смеются, вдруг что-то не срабатывает. Там, где я выступал, они были голые, и я был голый. Это была баня. Тогда же была пословица, караться между министром и референтом, никакой просто министр об этом не знает. Значит, вот это баня, либо это было, закройте дверь, давайте сюда виски, давайте сюда, все, что аэрофлот привозил, сигареты, все, значит, американское. Читай. В этой обстановке перехода от социализма к капитализму, это я читал, но меня приводил референт, говорит, Петр Иванович, ну поверьте мне, ну поверьте мне, ну закрывай дверь, давай, давай. Они же были антисоветчики такие, то есть они были, он говорит, разговаривали в церне, чем мы, они были более подготовлены, они знали, что. И приходишь к Полянскому, он говорит, там вот здесь, что у вас за сатира, пуговица, я там пуговицы, вот помните, Райкин делал. Он говорит, Райкин, ну вот здесь хлеба нет, карта, карта СССР, вот этого нет, звезды нет, что это за сатира, ну-ка, нет, ну вы, конечно, талантливый, все, не дал мне слова сказать, у меня было заявление, не дал. Значит, я заявление на прописку в Москве, не знаю, а он говорит, вот, и так вот, встретив меня с непрерывным разговором и проводил непрерывный разговор, и ничего. И я не успел выразить, вот, все, ну, конечно, член политбюро Полянский. А у него была хорошая дочка, она, значит, устроила мне его визит, но этим ничего не решил, я с этим заявлением выскочил, но очень был обласкан. Он сказал, ну, просто я ваши тексты слышал у Брежнева на даче, вы знаете, вот висел магнитофон и ваш голос. Я говорю, да, ну вот, видите, но я ничего не успел, все, до свидания. То есть так и не прописали? Нет, нет. Потом мне дочка говорит, ты что хочешь, чтобы он тебе квартиру дал, ты хотел? Да, хотел. А сколько можно по баням читать? И в результате дали все-таки. Лесин был такой секретарь Верховного партии, очень помог с жильем. В основном, я помню, читал интервью жены вашей нотари, она сказала, что когда выходила за вас, у вас была только однокомнатная квартирка, там старенький... Да, 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 да. Мерседес. Женщин надо материальным завоевывать? Это же мне было материальным. Да, фотография. Надо уметь предвидеть, что... Перспективу? Предвидеть перспективу. Да, сейчас он живет в однокомнатной, да. Это женщинам надо уметь. Но перспектива у него есть. Ну, постепенно мы начали покупать. Начали покупать квартиру. Значит, с однокомнатной мы уже выехали. Вот, а сейчас свой дом есть. Если бы я женился на гримерше, я сегодня думал. Такой был бы цвет лица всю жизнь прекрасный. Зачем это все? А так приходится вот так вот просить, просить так. И здесь, пожалуйста, и это замажьте. И то замажьте. Чего там все замажешь? Талант не замажешь, между прочим. Ваша жена Наталья говорит, кстати, что вы по сей пору не признаете компьютер и пишете рукой. Конечно. Она признает компьютер, она уже, а я пишу рукой. Она и Фейсбук ведет. Все новинки узнают с Фейсбукой. Да, я по-прежнему зачеркиваю, а я пишу. Черновик мой был очень чистым. Сейчас черновик становится все грязней, потому что зачеркиваю. Нет, я понимаю, почему это критерии изменились или манеры работы изменились? Почему зачеркивать стали чаще? Ну, видимо, мозги уже не так работают. Тогда я писал гладко. И любой конкурент, помню, попал к какому-то конкуренту. Ну, не Сеня Альтов, но кто-то еще попроще. Он посмотрел, ни одной помарки. Я писал просто начисто. Аркадий Ракин тоже смотрел, ни одной помарки. Он читал с листа мои первые монологи. Забудьте школу, потом забудьте институт. Мы пришли на производство. Он читал с листа. И он говорил, господи, господи. А если помарки появляются, может быть, иногда возникает желание, а ну его, и уже столько всего написано, уже классик, уже, в общем-то, можно взять и отдохнуть. Возникают такие мысли, что взять и перестать сочинять? Евгений, я никогда, никогда не отдыхал. Ни разу. Никогда отпуска не было. Потому что какой может быть отпуск? У человека пишущего. Ну, какой отпуск? Ну, даже не представляешь, что это такое отпуск. Вот это, либо на танце, либо ты еще лежишь. Где ты лежишь? На кушетке лежишь. И я лежу, у меня тоже записная книжка. Хожу, у меня записная книжка. Прихожу, и в записных книжках все мысли. Я тогда более подробно их описываю. Сейчас уже в записных книжках уже целые тексты. Так что ни одной минуты не было. Если что-нибудь, не дай бог, разговор с женщиной, я тоже отвернусь и запишу. Жена Наталья говорит, что вы, тем не менее, отдыхаете, разговаривая с котом. Я с ним разговариваю, он у меня замечательный. Когда он чувствует, что мне плохо, он приходит. А у меня, значит, на втором этаже кабинет. Он приходит, и вдруг, мне так плохо, потому что, ну, где-то, где-то на радио что-то не получалось. Ну, собеседник плохой. Я что-то, что-то плохо. И я мучился, мучился. А то за мяуканье, я ему открываю дверь, приходит, ложится на спину, лапки кверху. Он знает, что мне эта поза безумно нравится. Вот такой вот, ну, вот просто разговаривает. И я записал этот разговор. Вот просто, он говорит, что ж ты, мы с тобой, в общем, одного возраста. И мы с ним действительно одного возраста. Ну, если на человеческий переводить. Ну, я, конечно, кошачий возраст и человеческий. Он говорит, мы с тобой одного возраста. Поэтому сейчас у нас каждый день, как день рождения. Я всегда так говорил. Раньше выходил, мол, я на сцену, листик бумаги и всё. А сейчас очки, лекарства, клизму. Отход ко сну, как отъезд в другой город. Шутил я. Так я шутил. Смотрите далее. За что Михаила Жванецкого ругают в интернете? Я перестал заглядывать в интернет, потому что обижался страшно. Вот читал, обижался. Почему он не видел ни одного выпуска дежурного по стране? Я не смотрю ни одной из своих передач дивизионных. Как он стал женатым человеком? В ЗАГС вы предложили поздно. И почему утаил бракосочетание от друзей? Они тихо там всё это проделали. Кто завоевал сердце Михаила Жванецкого? Я довёл до того, что я без неё жить не могу. И как Роман Карцев едва не отправил на тот свет Аркадия Райкина? Ему плохо стало. Да, его скорая забрала. Помню в книге у Райкина был такой пассаж, что Жванецкому было досадно заходить в общественный транспорт и слышать расхожие словечки и шутки, и понимать, что люди считают, что это народные какие-то присказки и не ассоциируют с автором. А бывало у вас наоборот, как у Гафта, которому приписывают эпиграфы, что вам какие-то шутки и словечки, которые вам приписывают, на самом деле не вы сочинили. Да, это уже вот сейчас. Сейчас, да, когда есть интернет. Бывает, попадаются очень хорошие. Например, перебегая дорогу, там такой-то, такой-то был сбит человеком, который перебегал навстречу дорогу, насмерть был сбит. Это не моё. И очень много не моего в интернете. Был сейчас, наверное, поменьше уже. Наташа следит за этим. Да, она в Фейсбуке регулярно. Она публикует моё, и как-то это, да, это как-то отличается. Но были хорошие там вещи, но я не могу всё равно присваивать это. Мне хватает своего. Так что с появлением интернета очень много появилось вот этих. А вы мониторите то, что она вот публикует у себя Фейсбука? Нет, я не заглядываю. Я не смотрю ни одной из своих передач телевизионных, не смотрю. Я живу отзывами, только отзывами. Вы считаете, что в интернете там какая-то особая публика? Я однажды, когда только он, он вообще появился, начитался о себе, там был, ну, самое мягкое было старый еврей. Уже тогда, лет 15-20, я был уже старым, но евреем продолжал. Да, 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 старый еврей. И вот этот вот старый, старый, старый. Потом как-то помолодел, мог что-то ещё выдавать. Ну вот и всё. Я перестал заглядывать в интернет, потому что обижался страшно. Вот читал, обижался. У меня был знакомый, который, знаете, он в день рождения жены, пока она спала, он усыпал вокруг её головы цветами всё. В общем, они месяц не разговаривали, она была. Человек весь в цветах, у него портится настроение. Но он её, правда, не сфотографировал в этом виде. Раз уж у нас про Наталью зашла речь, я так понимаю, что в ЗАГС вы предложили... Поздно. Поздно, но красиво. Красиво, красиво, да. Как-то это так получилось, что без свадьбы в Одессе то ли к нам пришли, то ли зарегистрировали нас. Кто проявил инициативу, не буду говорить. А вы поддержали решение товарища? Я был в курсе. Они тихо там всё это проделали. То есть я знал всё, но то, что они... А мне было всё равно, что расписались. Ну, это было недавно. Это было совсем недавно, но, я не знаю, может быть, лет... Ну, мы-то уже вместе. Но мы по-настоящему сделали так. Я довёл до того, что я без неё жить не могу. И не знаю, как она, у женщин не выяснишь никогда. Я довёл себя до того, что не могу без неё жить. Всё. Вот это я говорю открыто. И, значит, поэтому вопрос, что женить был решён, помимо меня. Явочным порядком, как это называется? Абсолютно. Вот отсюда, снизу, от сердца пошло вверх, в голову. И голова уже не воспринимала отсутствие этого человека. А ваши дети как-то... Я даже не замечал за ним этого, но он... Ну, мы же же как-то, слава богу, живём отдельно от Ромы. Ну, понятно, всё-таки, наверное, на каких-то больших торжествах. Мы всё время на торжествах. Да, да, да. Новый год, день рождения, он приходит сюда ко мне. Потому что жена хорошо готовит, там рыба фарширована, там всё. А детский стол обязательно закручивает арбузы, помидоры, огурцы, перцы. И всё это есть. Был даже случай недавно, какой-то... У меня был день рождения, пришло человек 20. Они сели, нагнули вот так голову и стали, извиняюсь, сжрать. И ели они примерно часа полтора, ни слова. Я говорю, ребята, у меня же день рождения, скажите. И вот они сидели полтора часа и ели беспрерывно. Ну, Райкин у меня был в гостях дома, мама его кормила, ему плохо стало. Да, его скорая забрала. Но меня нет... Объелся? Да. А-а-а. Меня не было, потому что я там с девочкой, у меня было свидание. Он говорит, иди, иди, иди. А он был без Ромы. И всё, и то, что мама сделала, он всё... Мама говорит, я не видела, чтобы человек столько мог есть вообще. Он всё попробовал, всё. Можно я только на секундочку? Куда? Да мне бы только поесть. Что ты жрёшь всё время? Что ты всё время жрёшь? Жрёшь всё время, жрёшь всё время. Да где всё время такие перерывы? Где всё время? Я вот такую гастрольную фотографию нашёл здесь с Юрием Антоновым, который, по-моему, ваш сосед. Это Юрий Антонов. Кстати, большой специалист по животным, как мы знаем. Да, Леонтьев. Вы знаете, это в Эстонии от Песческое поле. Это Таллинн в 81-й год. Да-да-да-да-да-да. Огромное поле. Битком забитая была. А, то есть с Антоновым вы были бы знакомы ещё... Давно, ну это же... А сейчас в гости друг к другу не ходите? Нет, не ходим, но встречаемся очень хорошо. Характер у него сложный, но меня это не касается. А у Жванецкого какой характер? У меня характер, конечно, сложный. Ну, как вам сказать? Ну, противный. Помню, Наташа сказала, ну что вы все такие, убирай, там мы все одинаковые мужчины. Я говорю, ну ты же убирай действительно, ну что ж ты хочешь? Все вы одинаковые. Конечно, я говорю, все, конечно. Знаете, люди со сложным характером так долго не остаются вместе со своими друзьями. Вы же работаете и дружите уже очень-очень много лет. При том характере, который вы охарактеризовали, так не получается, в общем, столько лет вместе, что вы семья. И мы дарим семейный альбом, ваш общий, здесь оставлено место, чтобы были новые фотографии, новые проекты. Прошла тоска, наступила тревога, прошла тревога, наступила тоска. Тик-так, так и живы. От диагноза до концерта. А если фамилия вдруг стала должностью, вакансия будет вечной. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, был коллектив хороший. Были миниатюры лучше, чем у Райкина. Это замечательная фотография. Да. Витя Станин. Да. Я там сижу за шторами. Вот весь театр Райкина. И, по-моему, здесь космонавт, что ли, был. С Гагарином взорвались, да. Они приходили к нам на спектакли. Редактор субтитров А.Семкин